Оперативно о важном. О ремонте автомобильных дорог, общего пользования, ходе инвентаризации муниципального имущества городского округа и о предстоящих внеплановых выходных, говорили на оперативном совещании в администрации. Жизнь не останавливается и нам необходимо помимо принятия обеспечительных мер по нераспространению инфекции в муниципальном образовании продолжать и те работы, которые необходимо делать. Начиная от ремонта дорог, уборки и дезинфекции подъездов, транспорта и всех-всех других, которые касаются жизнедеятельности городского округа. Это важно для жителей, их безопасности и комфорта. Объявленный президентом недельный отпуск коснется не всех. Для администрации округа работа не только продолжится, но и будет сопряжена с новыми указаниями. Так, поток жителей с центров область, скорее всего, увеличится, так же, как и нагрузка на дорожные и коммунальные службы. Глава округа Сергей Горелов поручил исполняющему обязанности заместителя Максиму Пчелкину проработать меры по предотвращению внеплановых и внештатных ситуаций, а также проследить за своевременным вывозом и уборкой мусора. Также на совещании заслушали доклад о ремонте автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа. Общий объем ремонта дорог на 2020 год составляет 50,5 километров площадью 395 тысяч квадратных метров. Это дороги регионального значения, муниципальные, а также подъездные дороги к СНТ. В основном это наша проездная трасса Щелково-Фрянова, там есть участки, которые требуют ремонта, они на слайде представлены. Также из ранее обещанных это Фрянова-Гулакова, все-таки ремонт туда дойдет. Также внутри города мы отремонтируем первый советский перевод полностью от площади Ленина, от дома улицы Фабричной. Также улица Фабричная. Продолжится ремонт дороги Мальцево-Обрастово. Будет ремонтирована развязка у ТЦ «Град» и у ТЦ «Глобус». Она в дороге будет в этом году включена. Также один из проблемных вопросов город Щелково, проезд КЖБК, это выход на улицу рабочих в сторону американских карьеров. Также в программу ремонта вошли фруктовый проезд улицы Льва Толстого на Загорянке, строительство третьей полосы движения по улице Заречная. Заслушали на совещании и доклад о ходе инвентаризации муниципального имущества городского округа Щелково. Провести инвентаризацию имущества было решено в том числе для формирования реестра муниципального недвижимого имущества и актуализации данных о владельцах, арендодателя и арендаторах. В целом вопрос грамотного распоряжения имуществом важен и является весьма актуальным для развития муниципалитета. Данные и цифры озвучила Елена Лыжненко, начальник управления имущественных отношений. На совещании не могли обойти вниманием и актуальную ныне тему распространения коронавируса. По сообщению главы округа, данные пока жизнеутверждающие. У нас в муниципалитете случаев заражения нет. Более того, хочу отметить, что если бы позавчера у нас было на обследовании 150, очень большая цифра, и она с предыдущим днем в два раза выросла, то на вчера она сократилась до 113. Но расслабляться не надо. Почему? Потому что весь этот рост связан с возвращением из рубежа. Лилия Тимиева, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.